И всем в алейкум ассалам пацаны, с вами я, Эр Иманов, и сегодня, ребята, мы сделаем реакцию на... Короче говоря, я брезгливый. Начнём. Короче говоря, я брезгливый. Это была стойка на руках, стойка на голове и самая сложная стойка на ногах. Нет, я не начал заниматься йогой. Просто готовлюсь к... Красавчик. Не советую йогой заниматься. Новогоднему спортивному соревнованию. Каждый год я с моей командой занимали почётное первое место. Правда, с конца. Но в этот раз всё изменится. Потому что я заряжен только на победу. Снял себя с зарядки и пошёл готовиться дальше. Достал свой завтрак чемпиона. Случайно уронил на пол. Блин, но правило пяти секунд. Правило пяти секунд. Никто не отменял, пацаны. Никто не отменял. Поэтому я со спокойной совестью поднял свой завтрак и съел. Теперь позвонили. Это, наконец, пришла моя Dream Team. Здесь был Рома и всё. В смысле всё. А где Вася? Рома сказал, что Вася простудился и не сможет участвовать. Как же так? Придётся срочно искать ему замену. Что же получается? Если Вася заболел, то это может случиться и с нами. И тогда уже точно не получится победить в соревнованиях. Нельзя этого допустить. Ведь так легко простудиться. Эти микробы повсюду. В воздухе, на одежде. А руки – это вообще рассадник бактерий, которые так и ждут, чтобы свалить меня с ног. Поэтому единственный шанс на победу в соревнованиях – это уцелеть в неравной битве с микробами. А хочешь попить? Давай. Стоп. Ещё чуть-чуть, и мне был бы конец. Ныне буду предельно внимателен. Нужно срочно сделать две вещи. Первое – найти замену Васе. Поэтому я написал объявление в интернете о поиске нового члена в мою команду. Остаётся только ждать звонка. И второе – продезинфицировать квартиру. А чтобы это сделать, нужно заказать много дезинфицирующих средств. А форма… Можно просто сделать обычный спирс. Сделать так, и всё. Ну что, ребят, продолжаем. Заказ на сайте. Остаётся только ждать ещё одного звонка. Но чтобы дальше готовиться к соревнованиям и не отвлекаться на различные звонки, я воспользовался умным автоответчиком в Сбербанк Онлайн. Рома спросил, что это такое. Я ответил, что это сервис, с помощью которого можно построить ответ в актуальных ассистентах. Ласная реклама. Ассистент ответит на звонок в ситуациях, когда мне неудобно разговаривать. Это как раз то, что мне сейчас нужно. Или же, когда я вовсе недоступен. А потом передаст мне пуш-уведомление, с помощью которого я смогу прослушать запись сообщений или прочитать расшифровку. В сервисе можно выбрать, как ассистент будет представлять меня и создать персональные ответы контактам и незнакомым номерам. Сейчас попробуем. Привет, я Сергей. Я ещё мой членов своего дома. Присылай своё резюме, мне дамочек. Также я создал сценарий на звонок от курьера, чтобы он оставил посылку у порога квартиры. Благодаря умному автоотвечиву я могу не бояться пропустить важный звонок. После этого я проводил рому и попросил его завтра прийти в средствах защиты. Теперь нужно обезопасить себя. Я переоделся и убрал вещи в стирку. Ведь за это время на них скопилась куча микробов. Помыл руки. Выхода понял, что дверная ручка очень грязная. А мои ручки очень чистые. Я попытался открыть локтём, ногой, зубами и помещал. Что-то всё наоборот побойдёт и тихо и назад болит. Сразу же выбросил её. Переоделся и ещё раз помыл руки. Пьянул в телефон. Меня уже скопилось несколько пропущенных от бабушки, родителей и ещё нескольких родственников. А также от Васи. Ох уж это предновогодняя суета. Хорошо, что благодаря умному автоотвечиву у меня нет проблемы. Я могу продолжать заниматься своими делами. Нужно подкрепиться обедом чемпиона. Нашёл в супе волос. Ещё один. И ещё. Нет уж такой обед я точно есть не буду. Оставшийся день решил провести на балконе. Ведь микробы боятся холода. Рабёл на холоде тоже моргой и лёг спать. На утро никак не мог подняться, потому что все конечности окоченели. Но это не страшно. Главное, что я нигде не заразился. Вспомнил, что соревнований уже завтра, а третьего участника всё ещё нет. Тут же вскочил и забежал в комнату. Услышал звонок в дверь. Передо мной в доспехах стоял Рома. Блин, я имел в виду не эти средства защиты. Рома передал мне какую-то коробку. Сказал, что видел, как курьер только что оставил её здесь. Наконец пришёл мой дезинфицирующий набор. Я стал благодарить Рому. О нет, его рука наверняка грязная. Принялся троить свою руку щёткой. Затем достал из набора бутылочку антисептика и вылил всё на себя. Продезинфицировал всю квартиру и надел защитный костюм. Объяснил Роме, что он удерживает 99% микробов. Он спросил, не боюсь ли я оставшегося одного процента. Я напрягся. Но пора уже проверить, кто мне звонил по объявлению. Внимательно изучив целое одно резюме, я понял, что этот кандидат нам не подходит. Ведь у него нет прививки от бешенства и ещё от 387 болезней. Кажется, в этом году нам придётся участвовать с Ромой вдвоём. Я продезинфицировал квартиру ещё раз и весь оставшийся день усердно готовился к завтрашним испытаниям. Вечером следующего дня я вернулся с соревнованием. Вам наверняка интересно, как всё прошло? Ну, сначала я побежал не в ту сторону, потому что ничего не видел из-за масок на лице. Затем промазал в движение, потому что из рук постоянно выскальзывал мяч. Наверное, не стоило так сильно смазывать его антисептиком. Ну, а в конце случилось это. Блин, здесь нельзя участвовать одному. Серёга! Хоть ты и ненормальный, я не могу тебя бросить. Отчего. Мужик. Правда, немного болеющий. Короче говоря, я обыскливый. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а кому, ребят, понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Эр Иманов. Всем пока!